Пора грузить шпроды. Латвийский экс-министр выступил за восстановление отношений с Россией. В латвийской прессе появилась статья, которая в нехарактерном, для последнего времени варианте рассказывается о взаимоотношениях с Россией. В этой статье газета Диенас Бизнес бывший министр сообщения транспорта Латвийской республики Андрей Сматис говорит о том, что испорченные отношения с Москвой за последние годы не привели в Латвии ни к чему позитивному с экономической точки зрения. В частности, отмечается, что западные санкции в отношении России и ответные российские ограничительные меры послужили причиной того, что Латвия потеряла существенную часть экспорта, который ранее шел именно в Российскую Федерацию. Потеряла, по оценкам Матиса, и транзитная отрасль Латвии. Ее сокращение составило примерно треть. Жалость и латвийская пищевая промышленность. Матис отметил, что Латвии для нормального функционирования экономики важно начать восстановление полноформатных экономических отношений с РФ. В этом контексте бывший латвийский министр отметил, что в Риге должны быть довольны личной встречей, которая состоялась в Хельсинки между президентами России и США, однако конечный результат внушает оптимизм. Очень важно, что такие переговоры проходят и президенты разговаривают друг с другом по-человечески. Обмен различного рода приятностями и экономическими санкциями ни к чему хорошему не приводит. Надеюсь, что со временем и экономические разногласия между США и Россией вводятся. Это, разумеется, пойдет только на пользу нашим предпринимателям и латвийской экономике в целом. А пока бывшие прибалтийские министры рассуждают о том, что России и США пришло время поладить, власти действующие поддерживают антитрамповскую истерию. Элит США, отмечая, что Трамп готов слить страны Балтии пульсину. Каждому свое. На этом все, канал Полит Гурман, пишите ваши комментарии, под этим роликом, до свидания.